Я прочитаю вам сказку из книги «Квест веселого дракона». Эту книгу можно приобрести на сайте «Лучесулька». Сказка называется «Кролик черные ушки». Сказка длинная из семи глав. Я вам прочитаю всего одну главу, которая называется «Гороховое поле». Рано утром кролики вышли из норки. Солнце светило уже достаточно ярко и было хорошо все видно вокруг. На колокольчиках блестела роса, в голубом небе ласточки летали с криками «Тиу-тиу!». Кролики осторожно вереницей, чтобы не разбудить маму, пошли на Гороховое поле. Оно было недалеко от их норки. «У-у-у-у!» – услышали олени крик и дружно посмотрели вверх. «Это Сыч вернулся с охоты!» – сказал Пуша. «Не бойтесь, сейчас он нас в преднемном свете не видит!» Сыч сидел на ветке дуба. Он повертел головой, прислушиваясь к разговорам обитателей леса, и задремал. Кролики вышли из леса и пошли дальше по тропинке, петляющей среди зарослей бодика. Дружно перепрыгнув через канавку, заросшую сорняками, они вышли к полю. Оно под лучами восходящего солнца было похоже от переливающейся росы на голубое озеро. «Вот оно! Гороховое поле с сочными и сладкими стручками!» – обрадовался кролик черной ушки. «Бу-бу!» – услышали кролики крик. Рыженький пушистый хомяк стоял среди зеленых степлей гороха и, округлив глаза, смотрел на кроликов. «Это хомяк! И зовут его Бу-бу!» – сказал лапуша. «Бо-бу!» – сказал хомяк, поддерживая передними лапками огромные щеки, полные гороха. «Его зовут Бо-бу!» – догадался пуша. «Ку-ку!» – сказал хомяк, выпучив глаза. «Нет, его зовут Ку-ку!» – объявил шуша. «Тьфу!» – хомяк открыл рот и стал вытряхивать горох из щек. Получилась большая кучка размером почти с него. «Ого! Сколько гороха! Нам столько не набрать!» – удивился черные ушки. «Это мой горох! И поле мое!» – крикнул хомяк. «А зовут меня Хома! Уходите, я первый это поле нашел!» «Можно мы только попробуем немного сладких стручков и несколько штук унесем маме?» – попросил кролик черные ушки. «У мамы сегодня день рождения!» – сказал радостно Пуша. «Мы пришли за подарком. Наша мама очень любит гороховые стручки!» – хором сказали кролики. «Знаю я вас, кролика! Не успею я оглянуться, а на гороховом поле останутся лишь голые веточки. Я пять раз в день на поле бегаю за горохом в нору, запасы на зиму ношу». «Хрусь-хрусь!» – поослышался звук. «Это черные ушки!» – не удержался и зубами пился в стручок. «Отдай мой горох!» – затопал ногами Хома. Черные ушки прыгнул в сторону и крикнул. «Догони меня, Хома!» «И меня, и меня, и меня!» – дружно закричали кролики и бросились в рассыпную. «Хрусь-хрусь-хрусь!» – послышалось разных сторон. Хома сначала решил погоняться за вредными кроликами, но потом решил спасать горохову кучку. Он набил горохом щеки и медленно побрел нору на краю поля. Вдоволь налакомившись сладкими сочными стручками, братцы-кролики, прихватив с собой каждый по два стручка, отправились домой. Но на краю поля, прыгнув на серую вспаханную межу, услышали звук. «Буль-буль!» «Это Хома!» – решил нас напугать, – решил кролик черные ушки. «Прыг-прыг кролики по земле, а под их лапками – буль-буль!» «Будто внизу не тверная почва, а вода!» «Это Хомана здразнит!» – догадался Шуша. «Давайте его откопаем!» – предложил Лапуша. Кролики дружно принялись рыть лапами между межу. Вдруг из-под земли выпрыгнула огромная светло-серая лягушка. «Ква-а-а-а!» «Ой, кто это?» – в неожиданности кролики упали на землю, прижав уши, испугались. «Я лягушка-чесночница!» Лягушка, широко открыв рот, стала раздуваться все больше и больше. «Я несъедобная! Ква-а-а!» «Мы не едим лягушек!» – тоненьким голосом ответил кролик черные ушки. «Мы любим грызть капусту и горох!» – подтвердил Шуша. Лягушка стала уменьшаться и выпуклыми глазами смотреть на кроликов. «Не едите!» «А-а-а! Это кролики!» – узнала она незваных гостей. «У нашей мамы день рождения! Мы несем ей подарок! Вкусные стручки гороха!» – сказал черные ушки. «Приходите к нам на день рождения!» – мама пригласила лягушку-чесночницу Пуша. «Будет весело!» «Обязательно приду!» – ответила лягушка, зарываясь обратно в землю. Эту сказку можно прочитать в книге «Квест веселого дракона» на сайте лучесолька.com Субтитры создавал DimaTorzok